ну что ну что у меня есть рыбеха будем готовить потому что скоро новый год а может быть он уже у кого-то начался у меня например день рождения 28 декабря и у меня новый год начинается 28 декабря потому что у меня новый жизненный год с дня моего рождения а этот народный праздник новый год азиат это вообще даже не в курсе что типа чуть 31 декабря чего это григорианский календарь есть еще же восточный календарь там вообще феврале в общем это блюдо подходит для любого нового года у меня есть сазан не потрошен и единственное что я взял и ободрал чешую с одной стороны потому что я в буду готовить одну мне хватит одного филе то есть одной стороны ну я решил что нужно как-то в общем была сначала идея его полностью распотрошить потом я решил нет давайте все таки я сделаю это в кадре значит что я сделал предварительно его помыл руками прямо так вот пальцами взял и содрал чешую она отошла потом взял тоненький ножичек острый маленький и от хвоста сделал надрез вдоль спины вот так вот раз 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 видите просто надрез ничего не резал просто кожу вот так вот потому что в начале я думал видите сегодня такой день сомнений всяких я сначала думал чешую вообще не буду трогать просто под чешуей в спарю верхушку потом вырежу филешку вспарывать живот тоже не буду обойдусь короче вот так и прям половинку оставлю так я и буду делать в общем то он поэтому значит маленький нож иногда мне нравится больше при разделке рыбы чем большой ну потому что он знаете такой как бы вам это пояснить с ним управляться легче главное постараться оставить меньше мясо на хребти не мог подрезали хвост тик прям по скелету идем идем дошли до ребер ребра тут есть несколько вариантов можно аккуратно пойти так сказать по дуге ребер да там где-то потом подрезать можно взять ножницы и вот отсюда где ребра начинается прям их откусить можно это сделать ножом но ножом всегда не так удобно я вот так как у меня маленький ножик почему иногда говорю что некоторые вещи удобнее делать вот я вижу ребро я по нему просто иду и все прям по ним аккуратно снимаем мясо чтобы ничего на костях не оставалось обходим колтычок подрезаем вот здесь что у нас тут осталось аккуратно вот знаете я всегда стараюсь сделать так не торопиться потому что сазан такая рыба которую я реально не часто готовлю и когда мне попадается что-то что я не часто готовлю у меня нет такого навыка прям как у людей которые выращивают этих сазанов они их там дербанят время у меня нет такого навыка я всегда стараюсь очень медленно внимательно обрабатывать ее для того чтобы замечать где косточки растут как по ребру идет мяско и так далее все дошли до нижнего плавника и потом по животине вот тут смотрим как удобнее будет вот так между плавником видите тут даже очевидно понятно что можно было бы его вообще не потрошить как никто видел вот кишках там ковыряться еще чего-нибудь ребра вот торчат голенькие здесь в общем-то мясо но мясо нет видите нож не цепляется ну то есть конечно что-то побрить тут можно но мясо здесь все срезано значит однажды я готовил уже что-то аля типа во фритюре и так далее как жарить во фритюре вас учить не надо вы это прекрасно без меня знаете поэтому сегодня будет на пару у меня пароварка такая сизиатская которая кстати я все два раза жизни использовал давайте пока вот сюда перекину пусть он там лежит не мозолит нам глаза значит здесь у меня чешуя вот тут на животик еще есть очень удобно когда крупная чешуя можно конечно тут заморочиться и снять шкуру так чтобы чешуи никакой не было а воду я забыл поставить кипятить включая газ у меня такой небольшой сотейник который подходит по размеру пароварки значит вы уже увидели что у меня стоит графин с отфильтрованной водой потому что когда ты привыкаешь жить с фильтрованной водой без этого уже ты как был начинаешь себя странно где-то в гостях чувствовать во вторых когда вы делаете пар то вот эти все тяжелые металлы хлорка и так далее то что есть в воде из-под крана начинает парить сазан и так как бы рыба такая знаете она же растет в озере с легким привкусом тины когда к нему прибавляется еще и аромат хлорочки то это конечно вообще никуда не угодно поэтому я сюда наливаю примерно половинку воды фильтрованной чистой вкусной классный и жду когда она начнет закипать возможно что это произойдет быстрее чем я планирую поэтому маленький огонек и соответственно перехожу обратно к филе конечно каждый раз меня дохрен там сазан тот же как и карп не вытащишь никогда из него кости ну вырву с мясом ничего страшного я думаю более-менее будет дырка конечно но а что делать можно конечно потом после приготовления сазанчика оттуда достать косточки но тут будет зависеть от того во первых забуду или не забуду а во вторых бывает иногда из готового продукта сложнее вытащить кости чем из сырого из сырого то вытащил образовались дырки ты поглядел прикинул как резать и да немножко обошел эти вещи а вот когда уже начинаешь отделять куски свежего оверни готового продукта там уже сложнее адаптироваться к этому ко всему в общем в середине спины у сазана как у карпа у карася есть вот эти косточки которые мешают нам жить и которые из-за которых я например брюшную часть люблю больше чем спиной потому что брюшной части нет костей ну все здесь дальше потом всякие вот эти краешки смотрим что у нас тут срезаем чешуйки убираем все значит есть два варианта можно снять кожи можно оставить на коже кожа грубая но зато кожа держит весь кусок если мы кожу уберем то тогда иногда бывает знаете тяжело поднимать со сковородки кожи все это всю эту конструкцию держит поэтому еще так сейчас прикинул прикинул думаю оставлю на коже все получилось так вот дырка смотрите видите здесь дырка косточки повыдергивал да ёшкин ты кот что же она там одна сидит где-то в глубине не хочет об выходить о все здесь получилось дырка видите иногда значит ребята вот показывают как вырезать у меня будет на это отдельные ролики потом сделаю здесь вырезается когда карп или карась жарится на гриле на решетке или на огне к лету вырезается такая пластина с костями и потом все увидите потом короче сейчас мы имеем дырку имеем свежее филе сазанчика пополам еще раз пополам филе очень тонкая сазан не не такой крупный как хотелось бы но как говорится дареному коню зубы не глядят его разделывают и на пар значит вот получились четыре кусочка значит в пароварке это бамбуковая пароварка продается в китайских магазинах стоит недорого боюсь соврать она у меня уже лет пять я ее нара покупал рублей за 500 вот такую маленькую но что там короче меньше тысячи причем наверное вот прям категорично не уверен что она стоит 200 300 но все зависит от китайского магазина есть прям совсем дешевые я знаете когда в красноярск прилетаю еду на базу всегда покупаю всякие китайские ништяки чай пуэр чай да хун пао недавно появилась такое такая штука например экстракт васаби или экстракт горчицы которые я использую продается только в китайских магазинах стоит типа рублей 60 на на такая бутылочка очень остро они вот написано мёстард ойл до горчичное масло вкуса нету а в нос бьет блин аж это самое аж слезы выбивает поэтому в китайский год где китайцы прям сами закупаются вот в каждом городе есть китайцы я вас уверяю везде блин это такая нация которая везде есть вот это пароварка вырезается из пергамента бумажка здесь дырки вот такие вот кладется бумажка чтобы на дереве то ничего не лежало значит и выкладывается филе но значит я филе еще раз вдоль разрежу до кожи кожу не буду прорезать сделаю вот так чтобы во первых но она проваривалась лучше во вторых ну вот мне так нравится я так люблю делать косточки хрустят под ножом так что в спинке там еще достаточно костей это я так и оттуда повыдергивал повыдергивал чувствую что там будет еще полным полно выкладываем в пароварку в шахматном порядке тонкая часть толстая часть тонкая часть толстая часть пароварка маленькая для двоих значит если вы не имеете такой вот штуки значит можно использовать либо сито металлическое какое-то либо друшлаг либо что-то где есть дырки да и можно положить пергамент положить кусок мяса рыбы курицы когда у меня вот это пароварки не было я пользовался вот ну просто си там в сити конечно не так удобно потому что она такое конусная но мне есть это такое для муки она тоже плоского того алюминиевая иногда на нем можно тоже неплохо получается в общем вот сюда я складываю рыбку 4 кусочка добавляю сюда имбирь имбирек потому что он нужен здесь чтобы рыбка не пахла болотом нужно добавить немножко имбиря сверху он будет нагреваться давать рыбе прекрасный аромат ой нос чешется видимо рыба хороша будет теперь стебли укропа петрушки всякой всякий отход который есть у вас берите нарезать их вот такими крупными пластинками пластинками трубочками в зависимости от вот так немножко надавите чтобы аромат пошел все закрываем и сюда в воду я добавляю лавровый лист это прям непременный атрибут пара потому что как я уже сказал нам нужно всячески подкорректировать аромат сазанчика озерного соль этого не добавляю там условная такая штука что я буду делать соус к этому ко всему поэтому ставлю на пар так что это машина стоит крышечкой накрываем не трогаем время засекаем 10 минут так тарелочку сразу же имбирь поперек тоненькими тоненькими такими штуками режем кто не любит имбирь тот не добавляет или режьте его в труху кто любит режем тоненькой соломкой чайная ложка да значит чили перец эту не трогаем значит колечки сюда чеснок маленький зубчик тщательно раздавить и отправить его целиком сюда но он должен быть прямо размятый такой да значит кинза со стебелечками только самый корешок выкинули все остальное прям мелко мелко кинзы должно быть много можете по такому принципу сделать и с петрушкой с укропом тоже будет неплохо но здесь конечно хочется чтобы были яркие 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 ароматы сюда кинзульку один корешок я называю кинзу когда в списках продуктов пишут три четыре веточки ну как вот если в корешке допустим 6 веточек что четыре веточки ты забрал как бы 2 куда-то выкинул нет один корешок сколько бы там веточек не было там смотрите сами по если вас мало веточек в одном корешке больше берите корешков по количеству теперь томаты томаты вместе со шкуркой у нас такая сальса должна быть прям кубиком мелким режем томаты для того чтобы чтобы они сок выделяли половинка томата у нас сюда попала четверть лимона сюда мы даем сок вот эту штуку не выкидываем потому что у меня например узбекский лимон тонко шкурой у нее такой аромат раздается на всю кухню что я его в чай потом закину масло растительное обязательно соевый соус каплю пару столовых ложек где-то до упала все должно быть соленое для сладости я очень редко использую мед а вот наш араб он имеет и сладость и кислоту вкуснее вот всякие такие соусы добавлять значит теперь все перемешиваем вот если вы добавляете ароматное кунжутное масло вот в такую смесь тогда у вас в азиатку сразу уходит если вы добавляете соевый соус и не добавляете кунжутного масла ну вот она блин конечно не очень азиатская поэтому тут общем на вкус и цвет хотите в азиатскую добавляйте ароматное кунжутное масло но обязательно добавьте сюда кунжут у меня жареный здесь и черный и белый и немножко смесь перцев европейскую смесь перцев без сычуанских там всяких погремух значит вот тут у меня получилась вот такая сальса сейчас помидорки дадут сок пока стоит оставшееся время супер-супер остроты конечно не хватает но может быть небольшое количество остроты может быть так на европейский манер чуть чуть больше кунжута надо вот тарелочку какой-нибудь такую надо чтобы там все у нас было супер ну-ка посмотрим посмотрим опа на пару бамбуковая пароварка кстати вот великолепно сохнет ничего вся не впитывает некие запахи и вы видели да китайцы в таиланде и вьетнаме вьетнамцы тайцы делают на них а них прям огромные на вок ставятся на пару рыбу и так далее значит все вот эту вот труху типа имбиря укропа и так далее все убираем в сторону нам это в еду не понадобится они уже отыграли свою роль они отдали нужное количество аромата а дальше мы уже их так сказать мы их использовали поматросили и бросили вот так аккуратно достаем рыбку выкладываем ее еще два кусочка быстренько пока она не остыла ну все вошло прекрасно все теперь берем заливаем соусом вернее с сальсой я даже чесночок кину туда вдруг там кому понравится немножко зеленого лука и все будет в ажури ароматы разносятся конечно божественные божественные удивительные невероятные все подсыпаем лучком и вуаля пора пробовать я с брюшек пожалуй начну там точно костей нету ну я конечно такую штуку люблю это вот прям по мне я знал что получится финале какой вкус у сазана он конечно великолепен яркая гамма вкусов остренький кислый от имбиря такой пряный немножко но вы такого вот наверняка редко так так делаете да разбираете на такие вкусы мне очень нравится я вот прям бы такое ел каждый день рыбка паровая без напряга такой раз 10 минут поварил там и я потому что если у вас это блюдо остынет то она будет как свитч вкусная классная вообще даже никто не не поймет горячим и вы подавали или холодным берите идею если будете кружу на масло добавлять там и больше соевого соуса тогда будет у вас прям азия азия можно все это вообще перебазировать видно европейский вкус но без имбиря никуда имбири конечно здесь хорош кунжут обязательно можно лен кстати использовать сюда только поджарить его хорошенечко у астринка вообще самое то короче рыба не воняет никаким никакой тиной никакой хлоркой очень приятно по вкусу больше 10 минут не держите я бы наверное подержал еще меньше хотя здесь жидкости много рыба все равно сочная за сока из-за всех этих травок и помидора остается такое годное блюдо прям и на праздничный стол и на ежедневную историю поэтому экспериментируйте пробуйте расширяйте свой гастрономический кругозор я хотел сказать оргазм да и это тоже приятного аппетита с наступающим новым годом